Как правильно ходит ладья? Ладья ходит на любое количество полей по горизонтали и по вертикали. Ладья не может выполнять ход по диагонали. Ладья ходит только по вертикали и по горизонтали на любое количество полей. Следующая фигура, которую мы рассматриваем, это слон. Слон ходит по диагонали. Что такое диагональ? Диагональ – это все черные поля, соединенные через уголок. Что такое диагональ? Диагональ – это черные поля, соединенные углом. Или белые поля, соединенные на углах. Например, диагональ – А1, H8. Или диагональ – А3, F8. Или, например, диагональ – А7, B8. Слон двигается только по диагонали. Слон, стоящий в начальной позиции на белом поле, двигается только по белой диагонали. Он не может перепрыгнуть на черную диагональ. Он двигается только по белой диагонали. Слон, стоящий на черном поле, слон, стоящий на черном поле, может двигаться только по черным полям. На любое количество полей, но только по черным. Он не может перепрыгнуть на белое. Рассмотрим, как правильно ходить конем. Конь – это единственная фигура, которая может перепрыгивать другие фигуры. Конь ходит особым образом. Он ходит на два поля и на одну сторону. Следующая фигура, которую мы рассматриваем, – это слон. Слон ходит по диагонали. Что такое диагональ? Это черные поля, соединенные углом. Или белые поля, соединенные на углах. Например, диагональ А1, H8. Или диагональ А3, F8. Или, например, диагональ А7, B8. Слон двигается только по диагонали. Слон, стоящий на начальной позиции на белом поле, двигается только по белой диагонали. Он не может перепрыгнуть на черную диагональ. Он двигается только по белой диагонали. Слон, стоящий на черном поле, может двигаться только по черным полям. На любое количество полей он не может перепрыгнуть на белое. Пешка ходит по вертикали на одну клетку. Но если она расположена в начальной позиции, белая на второй горизонтали, а черная на седьмой горизонтали, то она может пойти на два поля. Бьет пешка вражеские фигуры, расположенные по диагонали, на расстоянии одного поля. Например, первый ход сделали белой. Например, первый ход белой пешкой. Е2, Е4. Второй ход. Черная пешка. Е7, Е5. Следующий ход делают белые. Д2, Д4. Черная пешка, которая расположена на Е5, не может пройти прямо. И бить она прямо не может. По правилам пешка может бить только по диагонали. В данном случае она может пройти на Д4. В данном случае она может пройти на Д4. И занять место белой пешки на Д4. Так же пешка может выполнить взятие на проходе. Например, белая пешка расположена на Б5. А черная пешка С7 выполняет ход сразу на два поля. На С5. В данном случае белая пешка Б5 может выполнить взятие на проходе по диагонали на С6. При этом забрать черную пешку с С5. Или черная пешка с А7, выполнив ход на два поля, может быть взята на проходе той же пешкой Б5 по диагонали. Если пешка из начального положения сможет пройти до конечного положения своей вертикали, например, пешка Б7 сможет пройти до поля Б1, то в этом случае эту пешку можно заменить на любую фигуру черного цвета. Например, на ферзя. Или на ладью. Или на коня. Или на слона. Единственная фигура, на которую нельзя ее заменить, это король. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.